Ямадаев, там этот Бадик и его шайка-отморозка просто как пацанов их там гоняла, а он на тот момент был в должности президента республики. Вот она, как бы истинная смелость, храбрость, вот где это проявляется. В такую минуту нужно было показать, какой ты лев. Ипона. Даудов, ты окружен. Ажа, Ипон. Я тебе говорю, он Иудов, а ты пишешь Даудов. И-У-ДОВ. Кстати, я пишу его фамилию правильно, чтобы он не обиделся и не объявил мне из-за этого кровную месть. Он не объявит, он не обидится, называй его правильно по фамилии. Кто знает, что этому он дал понять, чем по голову придет. Даже если он тебе объявит кровную месть, ну, что, кому он ее сейчас не объявлял? Мне объявил. Этому ингушскому оппозиционеру, как его фамилия, забыл я. Хазбиев, по-моему. Короче, может, ошибусь, как я забыл его фамилию. Ему тоже объявил кровную месть. Кому он там еще объявлял? Короче, ничего страшного, будешь в нашей команде. Как видишь, мы до сих пор живы. Проживем вместе, иншалла. Иуда. Ну что, я, конечно, мерзавец, но даже я не стоял с цветами у могилы римских солдат. Красавчик. А вот этот твой последователь стоит, с опущенной головой стоит, возложив венок. Да. И крест поставили псковским десантникам. И их чтят, и их именем назвали у нас улицу. И улицу генерала Трошева. И улицу Путина. И улица Кадырова у нас есть. Да. Все есть. Если Кадыров трус, как он тогда поднял все под себя? У нас у чеченцев есть такая поговорка. Даже если тот, кто стреляет, не мужчина, то выстрел производится все равно из ружья. То есть, стреляет все равно ружье. Понимаешь? От того, что стреляющий не мужчина, ружье-то при этом остается ружьем, стреляет оно. Поэтому, от того, что Кадыров трус, когда за ним стоит Кремль, то, блин, даже трус может подбять все под себя, быть таким, изображать из себя такого льва. Ведь смелость, отвага, она не таким образом познается, когда человек наделен властью. Любой человек будет выглядеть как мужественный такой. Он будет сам о себе рассказывать, там, истории. Нет. Смелость, отвага, достоинство человека, его храбрость. Это все познается в тяжелый момент. Именно в тяжелые минуты человек проявляется. Настоящий, который предстает перед тобой. Поэтому надо смотреть не на это. И вот хороший человек или нет, это тоже познается именно в трудности. Говорят, что там кто-то, допустим, богатый человек, он кому-то там помог, значит, денег там кому-то дал. Блин, у него есть деньги, для него это не проблема. Надо смотреть на то, когда у человека нет денег. Когда он отдает. Это как вот одна притча там была, что кто-то дал, допустим, 20 рублей, а кто-то там миллион. И тот, кто дал миллион, у него там в запасе еще миллиард. А тот, кто дал 20 рублей, у него всего было 30 или 20. Он отдал все или половину из того, что у него было. То есть, вот эти критерии. Там, где человек познается. Хороший он, нехороший. Щедрый он или жадный. Смелый он или трус. В таких моментах познается. И эти люди показали, что они трусы тогда, когда враг подступил. Врагу ворот. Видели такой фильм был? Помните, врагу ворот. Тогда враг к воротам подошел. Вот в этот момент маски были скинуты. В этот момент проявились смелые, храбрые, достойные и трусы, ничтожества. В этот момент это проявляется. Многие люди пытаются оценивать эти моменты трусости, храбрости по каким-то высказываниям человека. На ринге он там где-то, знаете, подерется про спортсменов, например, говорят. Спортсмен на ринге, он что-то на битве взглядом, он вот так дерзко посмотрел ему в глаза. Вот он дерзкий. Да там посмотреть кому-то дерзко в глаза никакой сложности нет. Он знает, что с ним ничего там не будет. Он говорит, максимум на ринге, он там с ним подерется. Что с ним случится? Самый максимум нокаутирует его. Может быть какая-то травма будет, что-то он себе сломает. Но он знает, что убить его там никто не даст. А вот там, где есть реальная опасность, где тебя убьют, где не будет рефери, вот там проявляется вот эта истинная смелость или трусость. Надо по таким вещам смотреть. Кадыров еще свою трусость показал, когда его Ямадаев на Бакинской трассе остановил и как пацана, как щегла там гонял. Там нужно было Кадырову показать свою смелость. Как он там говорил, полторы тысячи разогнал. Почему там небольшую кучку этих Ямадаевских, таких же предателей, как он? Почему он не смог их разогнать? Там, где он полторы тысячи вышедших отважных воинов, которые вышли, чтобы свои жизни отдать на этом пути, и большинство из них отдали, они вышли умирать, а не жить. Они не вышли получать зарплаты от России. Они без зарплат, без ничего вышли, наоборот, из своих денег покупали оружие, жертвовали своим имуществом, чтобы противостоять врагу. И он этих людей полторы тысячи, он говорит, распугал. Но не смог напугать Ямадаева и там небольшую шайку от Морозкова вместе с ним, которые не выходили умирать, а не выходили жить. Они выходили получать зарплату российскую. Это вообще другой уровень. И он не смог этих людей напугать. Этот Ямадаев, там этот Бадик и его шайка от Морозкова просто как пацанов их там гоняла. А он на тот момент был в должности президента республики. Вот она, как бы истинная смелость, храбрость. Вот где это проявляется. В такую минуту нужно было показать, какой ты лев. Тумсо, Хожа Ахмед Нухаев был серьезной фигурой? Хожа Ахмед Нухаев и был, и остается серьезной фигурой. Хожа Ахмед Нухаев жив, насколько я знаю. Конечно, это серьезная фигура. Серьезная и очень значимая, сыгравшая немалую роль в нашей истории фигура. Как думаешь, кадыровцы взяли фетву у муфтии, чтобы открыть свой сортир на полную мощность сквернословия на весь мир грязными языками? Ведь их даже водой зам-зам из священной чашки не отмыть. Так, а вопрос в чем? Не понял. Как ты думаешь, кадыровцы взяли фетву у муфтии, чтобы открыть свой сортир? Нет, дорогой брат, там не так все работает. В кадыровской системе не так, что вот им что-то нужно сделать, и они берут фетву. У них не так. Они что-то делают, то есть вот кадыров что-то делает, или его окружение что-то делает. А уже под них муфтий создает фетву. Работает обратный порядок. Кадыров, допустим, говорит, музыка дозволена, она не запретна. Все, этот печатающий фетвый станок в муфтияти начинает выдавать фетву. Кадыровцы сажают человека на бутылку, муфтий выдает фетву, что все нормально, так и надо было. Они наоборот, там не так, что они спрашивают, можно мы посадим на бутылку человека, там есть такая возможность, и тот смотрит и говорит, есть там или нет. Не так это работает. Из Дегорцев. Финансирование рыжего. И еще. В онлайн-чатах ты раньше на русском просил говорить, отдергивал, интересно было. Весь Кавказ там у тебя был и будет. А так разбегутся же, будь здоров. В последние два чата у нас реально упор был на чеченский язык, можно сказать, были уроки чеченского языка, но это не по умолчанию у нас так происходит. Поэтому вчера мы преодолели эту тему, в итоге мы перешли на русский язык. Так что все будет как обычно. Просто иногда у нас бывают такие чеченцы, которые либо не говорят на русском, либо не умеют формулировать свою мысль. И в этот момент у нас получается переход на чеченский. Потом поднимаются эмоции, накаляется обстановка, мы начинаем на чеченском там что-то спорить. И забываем о том, что у нас там есть много людей, которые не понимают. Но потом все равно мы возвращаемся. Так что, в общем, все будет как обычно, не переживайте. Будем говорить на русском. Ас-саляму алейкум. Мне интересно, Иудов нам врет и себе врет. Я уверен, он себе ночью рассказывает, что он на правильном пути. Но он правда верит, что он может врать Аллаху. Аллах же видит все. Как так можно? Почему нет? Алейкум ас-салям. Почему нет? Почему тебя это удивляет? Сколько врагов Аллаха, которые знают, что они враги. Они знают, что их ждет. Иблис знает, что его ждет. Иблис. Он не просто верит в Аллах, он знает, что Аллах есть. И он знает, что его ждет. Что Аллах накажет его, и что он будет вечно в огне. Он это знает. Но зная это, он все равно строит эти козни. То есть сопротивляется, борется. Так же и с этими людьми. Это же и есть слуги Иблиса. Они же ведь и есть те самые шайтаны. Конечно, они знают. Они знают, что их ждет. Они знают, на каком они пути. Все это они прекрасно понимают. Но это и есть их судьба, их удел. Они знают, что их ждет.